Я просто в ахуе. Я не то что в ахуе. Я, блядь, я не знаю, блядь, что это значит. Вы просто посмотрите на это. Посмотрите на меня, я без косметики. У меня три дня перелета вчера. Точнее, сегодня не прошло еще и суток, как я просто упала на Думской, потому что меня вырубило 8 или 10 шотов. И сейчас я нахожусь в Монако. Вокруг меня просто происходит какая-то невероятная жизнь, и я могу к этому прикоснуться и побыть свидетелем этого. Ну, я не знаю, как мне передать то, что я чувствую. В общем, так выглядит Ницца. И скажу я вам, что эта дамочка знает толку в красоте. Я, конечно, просто в шоке. Лимоны растут на деревьях. Фантастика. Я думала, они продаются в магазах и делаются на заводах. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мои интонации? Говорю, что маленький рост и высокие подвески не очень создают Ну да, все грязненькие ноги Да, это просто моя боль, а я сейчас в белых штанах Я всегда, я каждый день, блядь, вхожу из такси, еще что-нибудь, проверяю, блядь, чтобы... Ну, как бы, прям вот так вот вступаю, чтобы... Я все время пачкаю ноги Я не знаю... This is яхты Яхты, которые припаркованы в старом порту Кан Что я могу сказать по этому поводу? Выглядит это весьма впечатляюще Субтитры делал DimaTorzok А что надо? Ну, нужно... Там, типа, что-то вроде консьержа, и нужно назвать, как бы, яхту, на которую мы едем Ну, идем Можно вон там поваляться? Ну, да, ну, все равно приятно Да, может, мне тоже приятно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А мы припарковались Припарковываемся На острове О Две три человека, когда смешные и важные ходят Кстати, вы посмотрите Тут вода действительно лазурная Поэтому и лазурный берег Просто... Она... Она просто лазурная Я в шоке Это просто божественно Прекрасно. Очень пресно, удобно. На заднем плане вы видите трёх прекрасных женщин, которые занимаются очень важным делом. Мы хендмейдим. Видите? Вот так вот вражки в Украине делают. Это вам не фильтры, блядь, купленные в фортуне табак-маркет. Это настоящие украинские тёлочки. Крутят. Вертят на Лазурном берегу. Мы сидим на какой-то станции, где внезапно серфы оказались. Да. Где внезапно нет ветра, чтобы сплюнуть. Мы такие, да, почему бы нет. Отличная идея. Птица... эх, не пушла. Горязный ротик. Горязный ротик. Нинель жирный джойн. Да, да, это... Аня когда-то придумала. Нинель жирный джойн, блядь. И вот... Появляется первый малыш. Помоги мне покрошить, мы решили и второго малыша сделать потолще. Не, она выглядит, конечно, впечатляюще. Очень аккуратно и ровненько. Я просто... Перфекционист. Блин, это на самом деле очень круто. У меня есть друг, который связывал приём каких-то определённых наркотиков в своей жизни в первый раз с определённым местом. Например, он реально не курил до 27 лет траву вообще. Потому что он в школе себе поставил задачу, что он покурит первый раз в Амстердаме. И он нахуярился там так этой травы. И ему вот сейчас 30, и после этого он курит реально каждый день практически. Ну, он обожает типа травы. И это очень прикольно, потому что он сделал это 26 лет в первый раз в Амстердаме. Да. Это здорово. А есть у меня друг, который... Вообще. Вот, и есть друг, который решил, что он первый раз попробует экстази в Берлине, в Берхайне, на самом известном клубе вообще техно-музыки, который существует. И как? Попробую? Бля, прикольный у него. Но там на самом деле целый трип, потому что даже ещё надо попасть. Туда вообще не всех людей пускают. И не потому что там фейс-контроль, типа, там, ты не так одет или ещё... Реально ты можешь подойти, тебе скажут, чувак, ты вообще не в том настроении, чтобы сюда идти. Да. Ты домой. Нет, серьёзно. И там продаются... Там такой мерч есть, что там продаются футболки. Меня не пустили в Берхайне. Потому что это, действительно, самая распространённая история о том, как приходят туда всякие пёзды в шубах, типа, с губами. И на них, типа, смотрят, ребята, типа, вы серьёзно? Вообще не то место, где им стоит выходить здесь сейчас. Это моя подруга Наташа. Может показаться, что она пьяна, объёбанная или просто устала. Но, на самом деле, Наталья обрабатывает фотографии для Инстаграма в Тимбете. Наташа, что вы скажете? Объяснись. О том, что я тут заебись. Покажи. Да, очень красиво. Блин, мы сейчас, наверное, не увидим. Но потом я вставлю... Вы можете посмотреть мой Инстаграм. Я вставлю твой адрес. Так, так.